всем привет ребят ну что с новым годом наступившим наконец-то 2021 чем же у нас порадует будем надеяться только что самым лучшим желаю вам чтобы все мечты ваши сбывались здоровье находилось на высшем уровне желание работать только увеличивалась до никогда не ленились что еще родным близким конечно же вашим долголетия в первую очередь наверное это самое главное для каждого из нас вот ну так начало такое в общем ребят чё какие проблемы у меня как всегда какие-то проблемы еду сейчас к ребятам сервис в общем у меня не открывались замки багажник точнее открылся багажник закрыть его не мог вдруг приехал вот в дашке вы брызгали в общем начал закрываться уже хорошо и сейчас капот короче у меня не открывается вообще заклинил тросик вот то есть может внутри не могу открыть так как планирую сейчас ехать в ближайшее время завтра рентген у меня финальный будет который решит вопрос надо спицы ставить или все-таки уже начала кость расстаться если все нормально то поеду я уже путешествовать в область там заеду еще пару может тройку городов чтобы не скучать лучше дома сидеть реально это очень скучно не интересно совершенно учитывая что я привык движухи постоянной вот как я и планировал да даже не было в планах ломать ногу у меня было в планах ехать именно погорять просторы россии так что я надеюсь что нога не помеха по крайней мере она меня не беспокоит за рулем наша машина не подводила в ней быть уверенным так как это митсубиши а митсубиши хорошая машина ломается редко конечно если уже что-то реально выйдет из строя будут небольшие проблемки операции и доставлять до до дома самому как-то забираться на кастылянку вата сейчас дорого стоит с области что там тысяч 20 обойдется километров 400 я думаю минимум тысяч 20 так что емся на лучшее конечно же все обойдется сейчас короче поеду в сервис и приеду да и покажу вам ребят еду именно еще смотреть параллельно мотособаки ребята собирают фирмы босс хочу как бы прорекламировать человека как бы тоже мотоциклист он не бывший он действующий мотоциклист занимается продажей и параллельно еще зимой он занимается именно сейчас вот сборкой мотособак как я хотел тоже до купить собаку себе сейчас я только смогу посмотреть снимать расскажет я думаю будет вам интересно немножко разнообразить контент все в общем верну и увидимся в гараже у ребят еще такой момент хотел добавить для раньше я был противника вообще вот этого ремня до после случившегося я очень постоянно одевать буду мне даже не мешает честно я сейчас сам на себе прочувствовал что такое скорость удара до сам лично вот эта цепь понятно это не в автомобиле въехать там столб или попасть в ттп какое-то просто на себе прочувствовал что мне прилетел с огромной скоростью скажем железяка это очень важно понимать что ремень очень нужен минимизировать ваши травмы не думайте что без ремня отсюда вы в аварию не попадете там и так далее вас это не коснется всегда что-то происходит в вашей жизни жизни ведь она на самом деле не такая уж короткая достаточно длинная богата своими какими-то событиями как плохими так и хорошими и конечно же травмы они не исключены тем более аварии если вы любите путешествовать всегда пристегивайтесь это самое главное привыкайте к этому думайте о сэпти не только на работе но и вне дома на расслабоне когда в машине едет мой ваш мой вам совет в общем ничего не получается в сервисе все закрыты байкер в общем не доехал там все закрыто куда-то уехал и посмотрел я мотособаки в следующий раз и не могу решить проблему с капотом в общем все сервисы закрыты вообще все и причем до 3 до 4 числа не на отдыхе знаю почему люди не хотят работать а потом жалко денег не хватает до сюда так работать на каждый день каждый день вот так выходные там суббота воскресенье работайте каждый день и все будет хорошо ладно не в этом суть по собакам и потом снимем отдельный видос покажем расскажем не я буду рассказывать есть человек согласиться по поговорить по технике в его интересах тоже я как бы тоже погуглил немножко информацию да какие мотособаки лучше где мотор чтобы стоял задней части или спереди здесь такие моменты мощность тоже конечно влияет ширина гусеницы все это очень влияет нужно выбирать аккуратно если есть тупо ездить по ровной дороге по накатанной можно вообще в 6 половиной лошадиных сил вам этой мотособаки за глаза хватит а вот если вот по сугробам на вот ездить как здесь вот на мило допустим уже проблематично будет конечно в идеале снегоходного бабла не меряна стоит так это потом у нас съедет но знакомый так что ребят такие дела капот я до сих пор не могу открыть подождем еще пару дней никаких жидкостей заливать пока не надо масло не расходу но естественно перед дальней дорогой я все это дело должен открыть также в мостах в раздаточной коробке нужно масло поменять обязательно иначе когда-нибудь тоже там все заклинит нафиг где-нибудь износ опять же до увеличивается зимой лучше перед морозным сезоном мигаться вот на борт некоторые говорят что вот надо все менять после зимнего периода да и казалось вот на таких машинах надо как раз менять все масла перед зимой они после зимы ну все приехал я дома опять домой лежать ничего не делать вечером тренировка по плану кому интересно отдельно сниму потом ролик а